Закчян при посвящении, вот это оно и есть, когда ты видишь себя таким, как ты есть, у тебя наступает просветление по этому вопросу, да? Это первое, что я хотел сказать на ваше замечание. Второе, что есть время, времени нет. Время возникает в сознании точно так же, как и пространство. Первично сознание, это основа всего, сознающая живая материя, сознание, она бессмертна. Она неуничтожима. С сознанием ничего нельзя сделать. Сознание всегда есть, было и будет. Оно рождает пространство и время. Оно рождает весь мир, нас с вами, все феномены, деревья, птицы, солнце, бесчисленные галактики. Все это рождается в сознании. И когда сознание во все это наиграется, потому что у сознания игровая природа, Господь Шива не только творец, он еще великий игрун, он во все это играет. Это называется в Индии махалила, великая игра творца самого с собой через свои творения. Вот что такое маха, великая лила игра. Это махалила. И когда он наиграется, он вбирает все это назад в себя. То есть из себя как бы выпускает в начале творения, а потом в себя вбирает. И в себе же это все растворяет и аннигилирует. Потом отдых, пролая, космический цикл закончен. После отдыха пролая, которая длится очень долго, возникает новый космический цикл. Господь опять открывает глаза и проявляется видимый мир. Мы подобны Господу Шиве в том, что мы проецируем каждую секунду через наши глаза вне сними. Обычная физика считает по-другому. Физика, вы знаете, и биология считает, объективная наука, что человек воспринимает впечатление через глаза, уши, кожу из внешнего мира. Импульсы идут в мозг, перерабатываются, ну и так далее. Вы все это хорошо со школы знаете. В великом недвойственном учении кашмирского шиваизма утверждается прямо противоположное. Великие мистики и святые этого учения, например, Абхинова Гупта, если вы копнете, найдете этого мастера. Тексты есть по-русски. Это учение говорит, что наоборот. И не только кашмирский шиваизм. Дзакчен тоже говорит, что... И Рамана Махарши говорит о том, что центральная точка сознания в человеке находится в его сердце. Это точка ослепительно-белого света. Свет белый. Эта точка очень яркая, находится в сердце каждого живого существа. В сердце человека. Из этого центрального места сознания в теле и в глаза идут два белые гладкие канала, как их называют тибетцы или ката. И по этим двум каналам свет поднимается в глаза. Они открываются в зрачках человека. И буквально, как работает кинопроектор, этот свет проецируется вовне, наружу. И в нем точно так же, как в кинотеатре, в кинозале, на экране возникают картины. И начинается кино, и мы начинаем рыдать или хохотать, как сумасшедшие, хотя это только белая простыня. Вот, если мы вдумаемся. Точно так же работает устроенный человек. Этот свет выходит наружу, и в этом свете, идущем из сердца человеческого, рождаются картины внешнего мира. Возникает майя, иллюзия, в которой человек запутывается. Он заколдован, заворожен вот этим волосыбством, потому что это очень мощная сила. Это огромная сила космической иллюзии, или майя, которая завораживает человека, гипнотизирует его. И он начинает верить в ее реальность. Человек верит, что все происходящее на самом деле реально. И все, он попал. Как происходит процесс распутывания или высвобождения из этой иллюзии, Шива, который играет через человека, вот по этой схеме, которую я вам сейчас рассказал, в какой-то момент начинает опоминаться. Он вдруг начинает вот так вот трясти головой и вспоминать, что на самом деле он никакой не маленький человечек, который запутался, мечется, страдает, ищет. А он абсолютно свободный, бесконечный, бессмертный, всеблагой, радостный, блаженный творец всего существующего. И Шива начинает возвращаться к себе. Каким образом? Он начинает опоминаться, он начинает вспоминать, какой он на самом деле. Вот это и есть процесс практики. То, что я вам сейчас описываю, это значит опомниться, то есть вспомнить свою истинную природу, вспомнить, какой ты на самом деле. Вот что такое практика или садхана, как ее называют в Индии. И когда мы окончательно опомнимся и вспомним себя, настоящих, Шива вернется сам к себе, он вернется домой. То есть майя, иллюзия закончится навсегда. Вот что такое освобождение. Поэтому время, в течение которого вся вот эта махалила происходит, а также пространство, это производное от сознания, а не вторичное по отношению к сознанию. Я ответил на ваш вопрос по времени? Пожалуйста, есть кто-то еще, кто хочет сказать что-то, или спросить, или поделиться? Прошу вас. Я хотела спросить, как состояние недвойственности соотносится с игрой, ну или с состоянием неигры. Спасибо. Состояние недвойственности – это Господь Шива, который вернулся сам к себе, который полностью вспомнил себя. Он вспомнил, что он недвойственный, что он один, единый во всем. Вот что такое недвойственный. А когда он находится в забвении себя или своей подлинной природы в забвении, происходит махалила и жизнь каждого из нас. Мы все сейчас находимся в состоянии полного гипноза или сна. Это называется еще иллюзия, майя или сон. Все люди спят. Мы персонажи сновидения космического, который снит этот сон, который снится Господу Шиве, который он сам создал, точно так же, как мы подобно Ему создаем сны каждую ночь в наших головах. Мы же дети Его, и мы действуем точно так же, как Он. Но иногда бывают осознанные сновидения, когда вдруг человек просыпается во сне и понимает, что все это сон. Сон может при этом продолжаться, но человек знает, что это сон. И в этом сне человек становится свободен. Вы знаете, что практика осознанных сновидений, которая дается во многих учениях в тибетском буддизме, тоже она есть. В Намкай Норбу есть книга даже по осознанным сновидениям. Человек в этом сне становится свободным, потому что, раз вы понимаете, что это сон, вы можете сделать все, что угодно. Разве же нет? А когда человеку снится сон, и он не понимает, что это сон, он заколдован этим сном. Понимаете, как это работает? Так вот, в реальности, в повседневной жизни происходит то же самое. Вот прямо сейчас мы заколдованы. Прямо сейчас мы не понимаем, что мы спим. Для этого нужно очнуться, проснуться. Нужно вспомнить себя. В Кашмерском шаваизме, ну, книги по этому учению я читал по-английски, с мастерами общался по-английски, есть такое английское слово self-recognition. Self-recognition, это значит самоузнавание, самовоспоминание. Recognize, это значит осознавать, распознавать себя, вспоминать себя, вот так. То есть это самораспознание. Вот в чем практика этого учения. И мы должны сделать то же самое. Мы должны сначала поверить другим дядям, например, Беляеву, или Абхиновайгупте, или Подмасамхаве, или Господу Будде, неважно, выберите кого-нибудь. И поверите им на слово, потому что у нас нет пока доказательств тому. И если мы поверим им на слово и будем делать то, что они нам говорят, мы точно так же, как и они, опомнимся в конце концов, вспомним себя. И утвердимся в этом состоянии. Недостаточно только один раз вспомнить. Нужно, на этом практика не заканчивается, на этом заканчивается первый уровень освобождения, как я его называю. В освобождении есть уровни. Сначала приходит первая вспышка. Первая. Тебя вдруг накрывает, ты вдруг делаешь так. Вот что происходит. Но эта вспышка не меняет твою жизнь. Твоя жизнь продолжает крутиться. Игру с кармой твоей не сброшенным остается. Тебе все равно тяжело. Ты борешься, сражаешься, болеешь. И ты под властью судьбы. Но вспышка была. Ты уже никогда ее не забудешь. Тебя уже не сбить, не спутать, не смутить никаким мучением. Никто тебя уже мозги запудрить не может. Потому что ты знаешь, вот она. Вот оно то, что я ищу. Вот оно то, что мне надо. Мне открылся Шива. Мне открылась моя истинная суть. Моя суть открылась. Я туда хочу. Но потом нужно в этом утвердиться. Утвердиться, это значит, в этом состоянии учиться пребывать. учиться в нем жить. Не выходить из него. Вот это и есть практика, это и есть садхана. Она состоит из ступеней. Я вам сейчас рассказываю, какие это ступени. И потом вы это состояние завоевываете в результате этой садханы. Оно становится вашим родным. Оно становится вашим домом. Вы уже не можете из него выйти. Все. Мосты сожжены. Приехали. Если вы идете по этому пути, а то, что я вам сейчас рассказываю, это самый короткий путь. Без образов, без церквей, без мантр, без священников, даже без всяких одежд, которые я на себя нацепил. Это самый короткий путь. Он прямо в точку. Он прямо к себе. Он прямо в свое сердце. Что вам еще нужно? Наверное, ничего. Кроме этого. Я ответил на ваш вопрос про недвойственные лица? А? Пожалуйста, кто хочет еще сказать? Прошу вас. Да, пожалуйста. Сейчас пытаюсь сформулировать только вопрос. На что похоже, наверное, истинное ощущение в этом состоянии? Какое чувство радости или чего блаженства? Что это есть? Спасибо за вопрос. В этом состоянии есть переживание радости, есть переживание блаженства. Можно выйти на, например, если ты занимаешься егическими практиками, можно выйти на состояние длительного самадхи. Самадхи — это состояние егического экштаза, блаженства, отключения от всего мира и полный улет, так по-простому говоря. Можно в этом состоянии проводить часы, месяцы и годы. Окружающий мир перестает для тебя существовать, тебе ничего не нужно. Тебе настолько хорошо, ты настолько наполнен своим внутренним светом и блаженством, что тебе вообще все до фонаря. В этом состоянии даже кушать не надо, потому что ты научаешься получать энергию через кожу, через дыхание, научаешься питаться солнечным светом, как вариант. Я встретил человека, в моей третьей книжке будет о нем, в Индии, который 15 лет питается солнечным светом. Это правда. Воду пьет. Есть его сайт по-английски. Если знаете английский, адрес сайта могу дать. Телефон его могу дать. Причем он не йог никакой, обычный человек, простой. В миру, да. У него жена, дочка, он уже пожилой, ему за 70. Он замечательный дядька совершенно, да. Он бедный. Ну не бедный, то есть он скромно живет очень. Он никакой там не накрученный вуру, навороченный. Он такой настоящий. И он учит людей. Он ездит в Америку. Единственное, что у нас тут солнца маловато. У нас, я имею ввиду, Питер, ваш город. Все-таки, чтобы делать эту практику, нужно жить в солнечных краях. Так вот, можно жить в состоянии радости и блаженства. Я продолжаю отвечать на ваш вопрос. В этом состоянии можно испытывать боль. Можно испытывать... Нет, не свою боль. Своя боль уже осталась за бортом. Ты все пережег. В тебе нечему болеть. Все выболело. Понимаешь, как происходит? Но боль других людей ты продолжаешь ощущать. А ведь в сердцах других людей кровотощища и раны. Даже мой любимый, великий гуру Падмасамхава, отец Тибета, духовный вождь его, этого народа, теперь уже для многих он отец, для меня в частности. Он говорил, он достиг высочайшего уровня освобождения. Намного выше того, о чем мы здесь говорим сейчас. Он достиг состояния, которое называется Великий Переход. Когда он уходил из этого мира в возрасте 3600 лет, на секундочку, он скосил на белого коня и он селся по нему, на нем по радуге, в небо. Он не растворился, он сказал, что он отправляется в страну Ракшасов воспитывать этих ребят. Ракшасы это демоны по-русски. Ракша стал, да, есть такое озеро. То есть он физически реально вознесся, не вознесся на небо, а скакал на радуге, по радуге. Представляете, какой человек избрал себе вариантик красивый. И это видели тысячи людей. Это описано все. Он дал наставление перед тем, как ушел. Это все издано, учение Дакине и его последней жены Еши Цагьял. Познакомьтесь, все доступно, все открыто сейчас, все тайны открыты. Этого никто не знал, долгие века этих вещей. Сейчас все есть в интернете. Сейчас потрясающее время в этом смысле. Великий Переход это высшее достижение на земле. В человеческом теле высшего уровня добиться нельзя. Великого Перехода добились единицы. Гуру Пасамхава один из них. Другой тибетский мастер, который добился уровня Великого Перехода, его зовут Тапихрица. Это учитель из традиции Бон, древней традиции Тибета, которая была там до прихода буддизма, но она существует и по сей день. Вималамитра был такой человек, он тоже достиг уровня Великого Перехода. Это выше, чем тело света или радужное тело. Более высокий уровень. Ну и если взять христианство, вы помните, что пророк Илья в Библии был взят живым на небо. Помните об этом? Это тоже Великий Переход. Когда человек в физическом теле улетает вон туда, к чертовой бабушке. Поэтому путь совершенно фантастическая вещь. Путь, настоящий путь. На нем, возможно, невообразимые вещи, переживания, события, состояния, совпадения. Это полная труба. Это полная сказка. Когда вы встаете на путь и достигаете первого уровня, начинается сказка, начинается волшебство. Поэтому, ребята, игра стоит свеч. И советую вам не тянуть время. Советую вам быстро туда попасть. Всеми силами, как только вы можете. Теперь заканчивая ответ на этот вопрос по поводу блаженства, радости, что происходит, хочу сказать, что все это становится возможным только тогда, когда все это теряет для вас значение. Как в моей книжке. Помните эту главу? Ничего не имеет значения. Вот тогда. Вот когда вам на это становится наплевать, это к вам приходит. Вот такая ирония судьбы или с легким паром. Но пока вы за это цепляетесь, стремитесь и пускаете пузырик, когда бы мне блаженство самадхи испытать и никогда не выйти, ничего не будет. Вы должны сжечь себя. Вы должны себя уничтожить. Вы должны взорвать свой мозг. Вот тогда это происходит. Но не до того. Понимаете, как работает машина? Я ответил на ваш вопрос? Пожалуйста, кто еще хочет поделиться, прошу вас. Если с этой темой мы закончили, тогда мы переходим к следующей нашей теме о желаниях. Я вам сказал, что после перерыва мы будем о желаниях. Вы хотите такую? Вы хотите желания? Смотрите, вот оно. Вы хотите. Нет, вы почувствуете, как вы что-то хотите. Я вам просто привожу пример, как вы это делаете. Вы хотите тему про желание, потому что она сладкая. Она не больная, она хорошая. Ребята, мне в этом смысле очень, я считаю, повезло в жизни, вообще круто, потому что я встретил Тошу. Тоша давал Дису. Но кто читал Сриокунт и знает, о чем речь. Кто не знает, в двух словах. Диса – это практика, которую давал мой учитель Хиппи Тоша. он говорил, делай, делай, что хочешь. Все, точка. Без комментариев. Ну, так, у меня еще тогда волосы были, они так шевелились на голове. Я говорю, как, вообще, вообще, что хочешь? Он говорит, да. Я говорю, а как это? Ну, как? Он говорит, ну, что сейчас хочешь? То и делай. И все. Вот и все учения, которые он нам давал. Представляете, насколько гениально просто. Я сначала решил, что он сумасшедший. Первая мысль была, нормальная, в голове, здравая. Потом уже через много лет, когда я стал изучать тибетскую и индийскую культуру, духовность, я нашел, был такой учитель, Сараха, великий тантрический учитель. И он излагал эту диссу в своих дохах. Махаситхи, великие освобожденные мастера, писали дохи, ну, такие как наставления в стихах. И вот в одной дохе этот Сараха, он основатель школы Гелукпа, тибетского буддизма, потом ушел в Тибет. Он дает такое наставление, он там говорит буквально, разве делать то, что хочет твое сердце? Не есть самая высшая практика. Просто делать то, что хочет твое сердце. Каждую секунду твоей жизни, вот и все. Выше этого пути нет. Вот наставление великого Махаситхи. А это был величайший человек. Он остановил солнце. Знаете историю, как он остановил солнце? Я вам сейчас расскажу. Он пришел в город Варанаси. Есть в Индии такой святой город, основанный Ишивой, на берегах Ганга. Он и до сих пор существует. У него три названия. Варанаси, Бенарас, Каши. Он в основном известный Варанаси. Так вот, этот Махаситха пришел туда и решил выпить пиво. Он любил, наверное, пиво пить. И пришел в какую-то лавочку какой-то тетки, говорит, тетка, налей-ка мне пивка. Так по-нашему, по-русски. Она ему наливает пивка, а он все это выпивает. И говорит, еще, говорит, тащи, мало. А в Варанасе был такой закон, что когда заходит солнце, алкогольные напитки, продавать нельзя. И до 18 тоже. Ну, правда, был такой закон. Она говорит, что типа, вот пиво уже заканчивается и скоро солнце сядет, так что извини, дорогой, завтра приходи. Он говорит, да нет, сейчас пиво давай. Иди, говорит, ищи пиво в городе. Она побежала по другим торговцам, притащила ему еще пиво, он тут же все это выпил. Еще, говорит, беги. Она говорит, так вон солнце все, смотри, сейчас сядет уже все, меня типа там посодят, если я тебе пиво дам. Он говорит, да не сядет, давай, шуруй за пивом. И солнце не село. Оно зависло в небе и висело столько, пока Сараха не выпил все пиво в городе Варанаси. Весь город собрался и смотрел на это безобразие. Как солнце висит над Гангом, не садясь, а человек пьет пиво, отдыхает культурно. Вот был такой человек, понимаете? И он, по сути дела, дал практику диссы. Тоша не знал об этом. Я не знаю, откуда Тоша вообще это взял. Наверное, вспомнил. Я вот недавно только в интернете нашел, что такое диссы. Что такое кунта, я давно уже нашел. Кунта – это копье. Йога – копья. Санскритское слово. Тоша этого не знал. Но он просто считывал информацию, ему было дано. Он был гениальный человек. Так вот, диссы недавно прочитала в интернете это женское имя, скандинавское, которое означает счастливое. Счастливое. Это имя приносит приносить счастье. Атоша очень любил скандинавский эпос. Он жил в скандинавских странах, это было, ну, чувствовалось с ним. Вот откуда слово диссы. Так вот, диссы – это вот этот принцип. Делай то, что хочешь. Каждую секунду своей жизни. И больше ничего. Вот это была практика моего учителя. Это страшная практика. Потому что делать то, что хочешь, нельзя. Это очень страшно. Попробуйте, увидите сразу. Нам было легче, потому что у нас была группа. Небольшая, но все-таки группа. И мы жили вместе. У нас было как такое братство, коммуна небольшая. И в группе, конечно, мы поддерживали друг друга и практиковали, и жили вместе, и все. И мы делали эту практику в начале, в нашей группе. Мы делали то, что мы хотели. Я спросил то, что, ну а что, и убить можно? Ведь тут получается никакой морали, этики, никаких запретов же нет. Он говорит, ну а ты хочешь кого-то убить? Я говорю, да нет. Ну так а что ты, говорит, спрашиваешь-то? Человек в своей основе, добр, в глубине. Даже самый подонок. Все равно в глубине человека есть любовь и добро. А иногда они скрыты очень глубоко, их надо оттуда вытаскивать. И Бог добр по своей природе. Поэтому то, что мир превратится в бойню, если все будут практиковать Дису, я в это не верю. Я не думаю, что это так. Конечно, это не практика для всех. Это практика для людей, которые занимаются серьезно духовной работой. Если сказать, в шпане делаешь, что хочешь, она начнет громить магазин. Она и так это делает. А тут уже индульгенция выдана и благословление. Поэтому эта практика, я даю ее на группах. Я понимаю, что ее никто сделать не сможет. Единственное, кто ее мог действительно делать, это Тоша. Он жил по Дисе. Почему мы верили ему и шли за ним? Да потому что его слово не расходилось с делом. Он, например, был человеком без паспорта. В Советском Союзе жить без паспорта было уголовно наказуемым деянием. Почему у него не было паспорта? Потому что ему менты сказали постричься. У него волосы были до плеч в то время вот такие. Но на паспорт на Советский как можно с таким хэром? Никак. Мне говорят, иди в прихмахерскую. А он не пошел. Жил без паспорта. Идиот. Полный. Но вот он такой-то был человек. Он никогда не шел на компромисс. Никогда. Ни на какой. Ни с кем. Да, пожалуйста. Мы знаем, что Туша путешествовал. В то время можно было в поезд сеть без паспорта. Для каждого времени свой компромисс можно. Да, ты прав. Единственное, на чем можно было ездить, на поездах. На поезд действительно не нужно было. Он и ездил на поездах. А вот на самолет всегда нужен был паспорт. Да. А сейчас без паспорта совсем труба. Так я с ними говорю, не говорю вам, съешьте паспорта. Хотите, съешьте, конечно. А не хотите, не надо. Вот. Когда Туша давал эту практику, ему все задавали один вопрос, одинаковый. И я его задал. Вопрос был такой, на работу, надо ходить. Да, вы уже предугадали ответ мастера. Он действительно так отвечал, ну, хочешь ходи, не хочешь, не ходи. Я в то время работал художником, оформителем во Дворце культуры Невский в Питере. Рисовал рекламу, щиты такие, стенды. Работал два раза в неделю, часа по три. Мне это было очень много и тяжело. Я не хотел работать, не хотел делать эти счеты. Зарплата была 70 рублей в месяц. Вот. Я тоже спросил, на работу, а мне как раз надо было завтра идти на эту работу. Я говорю, на работу надо ходить? Он говорит, ну, не хочешь, хочешь, иди, не хочешь, не иди, иди сажай. Тогда я его спросил, а можно я завтра пойду второй, последний раз в жизни схожу на работу? Он говорит, ну, хочешь, сходи. И я пошел, потому что мне было прикольно сходить на работу последний раз в своей жизни. Я пошел, нарисовал этот щит первый раз с удовольствием. Я знал, что это последний, блин, щит, последний, вы понимаете? Я его такой кайфовый нарисовал. Да, мне так и нравилось, я знал, что все. Вот. И это было, ребята, в 1980 году. Я давно живу. С тех пор я не работаю. Как видите, хожу в клоуновских штанах, объехал полмира, у меня два паспорта, в общем, неплохо. Я не могу сказать, что я ничего не делал, лежал на диване. Я что-то делал, но я никогда не ходил на работу. Ведь речь же идет об обеззаловке. Почему люди ходят на работу? На ненавистную, я говорю. Есть люди, которые любят свою работу, они счастливые люди. Это другое дело. Но ведь большинство мучается на работе, мучается. Надо, слово надо. Почему надо? Потому что страшно. А чего страшно? Страшно, что денег не будет, страшно, что будет голод, будет холод. Так или нет? Так. Вы знаете, гуру Падмасамхава проводил много времени в пещерах, в ледяных горах Гималаев. А вы понимаете, какие там климатические условия? И что кушать там нечего, и что дров там нет в этих пещерах. То есть даже обогреться нечего. Он там медитировал, и до сих пор там йоги медитируют. Вот когда он спускался, люди его просто спрашивали, ну а как ты там? Что ты ел-то просто, по-простому говоря? Знаете, что ему ответил гуру Падмасамхава на эти вопросы? Он им сказал так. Я не знаю еще ни одного практика, который бы умер с голоду. Вот так он сказал. Это правда. Я тоже, кстати, не знаю ни одного человека, который бы забил на все, занялся практикой, серьезно, и бы умер с голоду. Нет таких людей. И быть не может. Это все чушь собачья, что вы с голоду умрете. Вас отвезут в больницу ваши родственники. Вам ставят трубки искусственного питания в рот, в нос и в уши и поддерживают жизнь в вашем теле. Так что не волнуйтесь. Перспектива, да, хорошая. Можете поехать в Индию к Маникору и научиться питаться солнечным светом. Тоже, кстати, неплохой вариант. Все, что вам нужно, это палатка. Кварплата. А зачем вам квартира, если вы питаетесь солнцем, если есть палатка? Мы делали ДИСу. Мы спрашивали то, что ладно, с работой понятно, с деньгами тоже вроде разобрались. Вопрос такой, а что есть? Кушать-то надо как-то? Да. Он говорит, ну тогда еще про социедов мы были не в курсе. Он говорит, хочешь есть, ищи еду. Еду ищи. А где искать еду? В холодильнике. А где холодильник? Холодильник дома, у знакомых, например, есть. Вот Джон, другой ученик Тоши, он когда ко мне приходил, он меня так сразу отодвигал от двери и шел прямо к холодильнику. Он знал, где находится холодильник, открывал его, да, и закусывал, если там что-то было. Один раз он пришел, а там лежала полкачана капусты, больше ничего так, пустая полкачана, так вот горкой такой лежит. Ну вот. Он так закрыл его и типа ушел. Потом я открываю холодильник, беру этот последний полкачана, а они выедены изнутри. Только так сверху так горка лежит, типа не трогал. А внутри пусто, вы понимаете? Вот так мы практиковали Дису, я вам историю из жизни рассказываю. Да. Так нас учил Тоши. Никто из голода из нас не умер. Но если серьезно говорить, то Диса действительно, она вскрывает страх. Вот попробуйте хотя бы один день своей жизни делать то, что вы хотите. С утра и до вечера. Вот попробуйте. Ведите эксперимента. Вы увидите, что вам станет дико страшно, очень быстро. Потому что весь мир будет против вас. Потому что человеческий муравейник устроен по очень жестким законам и программам, которые в нас вбиты с детства. С детства у нас бивают. Нельзя это, нельзя то, а надо вот это, надо то. И мы вот такие зомбированные роботы ходим здесь и ищем освобождение. От всего, от этого, в первую очередь. Как выйти на свободу? Сломать эти программы. Диса это очень мощная практика. Но она не для всех. Она для смелых людей. Ведь Тоша брал палатку, брал мешок крупы и уходил на полгода в лес зимой. Палатка была летней. Не было тогда зимних палаток. Но нужно же иметь что-то за душой, чтобы вот так поступать. Ну, у него дома не было. Другой вопрос. Если бы у него была квартира своя, он, может быть, и не уходил бы никуда. Но так сложилась его жизнь. То есть он был готов, как йогин, он был готов умереть в любую секунду. Это качество йогина. Быть готовым умереть в любую секунду, оставить это тело. Оставить это тело. Непривязанность ко всему. И к этому телу тоже. Вот тогда дается свобода. Если ты достигаешь этого. А как еще? Ты же должен ее заслужить. А если ты не заслужил, то какая свобода? Или какая любовь? Вот многие, например, мечтают о любви. Девушки особенно. Знаете, такая модная тема. Мечтать о любви. Молодой девушки. А заслужила ли эта девушка эту любовь? Вопрос. На засыпку. Изжилась ли она в себе вот эту всю гадость, о которой мы сейчас говорим? Страх, сомнение, неверие, ограниченность? Да, конечно же, нет. Но она хочет принца. Причем хочет сильно. И мучается, когда принца нет. Или облом. Сначала типа принцом прикинулся, а потом и не принц никакой. Так она-то заслужила это? Она готова к принцу? Да нет же, конечно. Она сама не принцесса еще, далеко. Ей нужно еще очень много что с собой сделать. Любовь, свобода, эти великие вещи приходят в человеческую жизнь, когда вы созрели для этого. Но не раньше. А поэтому нечего обижаться. Каждый из нас получает точно то, что он заслужил. Каждую секунду. Есть закон справедливости. Это тело, в котором вы живете. Это одежда, которую вы носите. Это количество денег, которое у вас есть. Вот ровно столько вы заслужили. И не копейкой больше. И сколько вы заслужите сейчас, столько же будет у вас в будущем. Подумайте об этом. Понимая неприменимость ДИСы для обычного практикующего человека или почти неприменимость, я предлагаю ее исполнить в мягком варианте. Это следующая психотехника, которую я хочу вам дать. Она тоже не для зала. Это ваше домашнее задание. Попробуйте ДИСу в мягком варианте. Что это такое? У вас есть половина дня. Например, выходной день. Вы точно знаете, что вам никуда не надо идти, не надо ломать какие-то обстоятельства, обязательства нарушать и так далее. И вот полдня вы проснулись, и вы начинаете слушать себя. Внимательно слушать себя. ДИСа — это себя все время слушать. Слушать голос желания. Голос желания никогда в человеке не спит. Желание всегда живо в человеческом сердце. Мы каждую секунду чего-нибудь хотим. Вот как прикольно. Вот какой гуру, оказывается, есть. Вот мы все время что-нибудь хотим, мы только этого не замечаем. Иногда люди говорят, да я ничего не хочу, я вообще ничего не хочу, мне ничего не надо. Это все вранье. Это означает, что человек устал. Устал. Ему надо отдохнуть. Ему надо поехать в Таиланд или просто полежать на диване. Восстановить силы. И он опять побежит. Побежит исполнять свои желания, потому что это единственная сила, которая нас гонит по жизни. Нет другой пружины. Нежитые желания. Вот сила кармы. В каждом из нас есть, что мы хотим и что мы еще не получили. Только когда мы все это насытимся, всем этим наиграемся, мы освободимся. От чего освободимся? От груза этих желаний. В чем освобождение? Да вот оно. Изживите желание. Диса – это способ и сжить желание быстро. Потому что это суровая, крутая практика. Вы и так это делаете без всякой Диса, и без всякого Тоши, и без всякого Беляева. Вы выделаете это медленно. Это растянуто на многие жизни у людей, исполнение их желаний. А это такой экспресс-вариант. Вариант добиться освобождения в течение одной жизни. Как это делает учение Дзакчен. Освобождение в течение одной жизни. Освобождение, опять же, от чего надо понимать? От груза желаний, от сомнений, от страха, от боли, от страдания. Вот от чего освобождение. Вот какая актуальная задача стоит у каждого из нас. Надо понимать, что освободиться не просто нирвана, а освободиться от совершенно конкретных вещей, от неизжитого дерьма в себе. И это работа, это пахота. Нужно засучить рукава, спуститься в подвал. А подвал – это наш подсознание, наш подсознательный ум, где все это живет. И страхи, и сомнения, и боль, и обиды. Все-все, там всего много. Там авгиевы, конюшни. Так вот так же, как Геракл. Пошел и вычистил эти конюшни. А где было там по пояс дерьма. Вот так же каждый человек должен спуститься в эту свою конюшню, где по пояс, а иногда по горло. Вот так. И все это вычистить. Вот это йога. Вот это практика. То, о чем я сейчас говорю. Это тяжелая, огромная, большая работа каждого из нас. И не думайте, что если вы будете сидеть в лотосе по полчаса, что-то произойдет. Ничего не произойдет. Вы как сидели, так и будете сидеть через 30 лет. идиотами. Как вариант. Ведь вы подвал-то не вычистили. Так сиди, не сиди. Толку. Как вычищается подвал? В жизни, в ситуациях, на уроках, которые даются нам каждый день, Господом Шивы. Выучили один урок, дается следующий, более сложный. Не выучили, тыкаетесь носом еще раз об эту кувалду. И еще раз, и еще раз. Знаете, ситуации повторяются в жизни. Это значит, не выучили урок. И будете до тех пор натыкаться на эти грабли, пока не пройдете его. Придет момент, когда школа будет закончена. Все. Свободен, гуляй, у тебя диплом. Выпускника. Школы жизни. Вот это свобода. Тактиса в мягком варианте. Это вот эти полдня, которые у вас свободные. Вы начинаете себя слушать и делаете только то, что вы хотите, каждую секунду. Смотрите, как это работает. Первым приходит импульс желания. Первым. Это как легкий толчок в груди или в солнечном сплетении. Вот такое, мягкое движение. Вот так. Я хочу. Не важно, что я хочу. Я хочу сейчас встать. Вот лежу, хочу встать. Взял, встал. А может, не хочу встать. Может, хочу и лежать, и пошло оно все. Продолжаю валяться. Но слушаю себя при этом. Что-то вроде Бог отлезал. Правый. Может, на левый перевернуться. Слушаю. Хочу ли на левый? Да нет, на левый не хочу. Лучше встану уже. Вот так. Продолжаю слушать практику. Я вам описываю практику. Встал. Дальше что? Ну, не знаю. Хочу зубы почистить. Что-то во рту воняет. Пошел в ванну. Нащупываю там зубную щетку. У меня там три вида зубной пасты. К примеру. Какую я хочу сегодня почистить? Вот сейчас. Ручка тянется к одному тюбику. Потом хлоп. Нет, не эту. Все-таки вот эту возьму. Вот. Вот из чего состоит наша жизнь. Пиво захотел. Подождите. Давайте с зубами разберемся. Захотел пива. Отлично. Где пиво? Где пиво? Пиво в магазине. А может в холодильнике? До холодильника ближе. Пошел к холодильнику. Налил пиво. Но продолжаю себя при этом слушать. Поднес стакан ко рту. Делаю первый глоток. Пошло пиво? Пошло. Хорошо. Делаю второй. Ну и выпиваю. А вдруг начал пить пиво и вдруг чувствую, что там покрепче надо. Бывает такое? Нет? Всякое бывает. Ну, в таком роде и действуйте. Я думаю, что ничего хитрого здесь нет. Проведите так полдня. Но не думаю, что все начнут у вас пива. Пойдите в парк. Без ребенка только. Если есть ребенок, оставьте дома. А то дров наломаете. Пойдите в парк. Идете по парку. Слушайте себя. Чего хочу? Хочу идти в парк. Иду. Хорошо. Мороженое продают. Привлекло внимание. Подошел. Хочу мороженое. Да, нормальное мороженое. Достаю деньги. Покупаю мороженое. Начинаю есть. Потом дальше что делаю? Захотел на травке полежать. Ложусь. Ну, правый бок, левый. Мы уже разобрали, да? Но так постоянно, каждую секунду я слушаю. Голос желания всегда живой. Я иду на этом импульсе. Я называю это идти на острие желания. Это импульс. Дело в том, что после импульса, который мы чувствуем, я хочу сделать то или другое, приходит мысль. Включается ум. А хочу я это или нет? А может не пиво? А может покрепче? А может пиво вообще фигня? Может это? Может не надо, да, бухать сегодня? Да, уже устал. Понимаете? И начинает башка работать. Так вот башка, она съедает энергию этого импульса. Она ее забирает. Она переходит в мысль. А мысль рождает сомнение. И все. Начинается одна мысль, другая, четвертая. Все. И ты попал. Ты израсходовал энергию вот этого первого чистого импульса на работу ума. И ты запутался. И у тебя уже нет энергии. Тебе надо ее опять накапливать. И это происходит постоянно в жизни человека. Посмотрите, так мы живем? Мы так живем. Кто идет на чистом импульсе желания? Маленький ребенок. Посмотрите, ребенок до трех лет. Если ребенок что-то хочет, он не думает. Он просто хочет. Давай. Вон, мишку принесли. Оранжевую, такую клевую мишку. Что делает ребенок до трех лет? Он говорит, так, ну, да, мишку давай. Он не думает, да, сколько он стоил вообще. Где мама этого мишку там взяла? Сейчас, секундочку. Он просто, он весь это желание. Он тянется, он хочет эту игрушку. Он же плюшил, он же классный. Мишка. И так ребенок все делает. Он хочет спать, он сразу бряк и уснул. Маленький. Да. Он хочет орать, он как начнет орать. Он же не думает, что там папа на пианино играет. Вот к этому состоянию ребенка нужно вернуться. Но уже осознанно. Вы же не маленькие дети. Вы практикуете великую тантрическую науку Дисы. Значит, вы становитесь маленьким ребенком и начинаете вот так жить. Проводите это полдня. Вот это ваше вам домашнее задание. Потом можете мне сообщить, как оно прошло. Пожалуйста. Илья, ты упустил один момент. Пиво хочу, а в холодильнике его нету. Да, не хочу идти в магазин. Молодец, да. Очень по существу так жизненно и в точку. По делу. Спасибо. Пиво нет в холодильнике. Ну тогда труба. Я так считаю. Полная труба, да. Но во время этой трубы что я хочу делать? Твоя практика не пиво. Твоя практика разобраться со своими желаниями. Что я хочу делать? Варианты. Пойти в магазин, стрельнуть денег, купить пиво. Забить на пиво. Какие еще варианты? Водички из-под крана. Еще есть такой ход, да? Но я слушаю, что я хочу. Денег занять у соседа? До магазина добежать? Или водички из-под? А может чайку? Понимаешь? Звонок другу, да. Быстрее, да, с пивом. Без пива не приходи. Ну вот из чего. Это не смешно. Это из этого состоит наша жизнь. Из этих мелочей. Из этих мелочей состоит вся жизнь человека. И именно с этим надо работать, ребята. Вот так жизнь превращается в практику. Вот так, как я вам рассказываю. А как еще? Что происходит в результате работы с ДИСой? Ты начинаешь понимать, что ты хочешь. Ты же хочешь-то не пиво. Ты хочешь любви, счастья и бессмертия. Вот чего хочет человеческая душа. Пиво само собой. Пиво тоже надо. Но пиво же не сравнить с любовью. Ты начинаешь понимать, чего ты хочешь. И ты начинаешь делать то, что ты хочешь. Почему люди несчастны? Потому что они делают то, что они ненавидят. Об этом говорил Иисус. Он говорил в Евангелии от Фомы. Апокриф. Евангелие от Фомы. Он говорил, ребята, делайте то, что вы любите. А то, что вы ненавидите, не делайте никогда. Это слова Иисуса. Ну, это мой вольный перевод, но смысл такой. Тот же самый, что у того тандрика, который солнце остановил. Опять-таки с сочетаниями, которые так или иначе в жизни совпадают. Ну, три варианта самых простых. Хочется девушку, она не хочет. Хочется, допустим, мент идет на встречу, хочется в лоб дать ему. К примеру, так сказать. А он не хочет. Да, он не хочет. Другой, следующий вариант. Люблю свою работу, но не люблю часть ее, допустим, отвечать. К примеру, меня конкретно не люблю отвечать на звонки. К примеру, так сказать. А куда денешься? То есть это вроде мне ответил. Значит, отвечаю на вопрос. Нет никакого мента. Нет никаких звонков. Вообще ничего нет. Есть только ты и твое желание. Практика заключается в том, чтобы делать то, что ты хочешь, каждую секунду твоей жизни. Вдумайся в это. Каждую секунду. Это практика из секунды в секунду. Поэтому мент здесь абсолютно ни при чем. Мент может превратиться в любимую девушку. Или в бульдозер. Или еще во что-то. Нет внешней ситуации. Есть только ты. И мир, который ты создаешь. Так понятно или надо еще объяснять? Ну, короче, давай попроще тогда. Хорошо. Вот перед тобой мент, ты хочешь ему в лоб дать. Вот когда ты хочешь дать менту в лоб, ты послушай себя. Я правда ему в лоб хочу дать или неправда? Если правда, просто разбери, давай ему в лоб. Тебя правда посодят, наверное. Ну, диссо, это же практика бесстрашия. Может быть, в тюряге тебе откроется то, что ты ищешь. Может быть, у тебя путь такой. Свой. Уникальный и неповторимый. На нары. Может там, а может и не там. Кто же его знает? Так понятно? Пожалуйста, кто еще хочет по диссе? Диссо – веселая штука. Полный беспредел, господа. Но не обязательно вот тут о девушках прозвучал вопрос, аж когда девушка не хочет. Да при чем здесь девушка-то? Ты же практикой занимаешься. Ты делаешь то, что ты хочешь. Не хочешь ничего не делать? Ничего не делай. Но у тебя по-любому на нары. Что с ментом, что с девушкой. Итог один. Ты вот учитель йоги, а у тебя такие криминальные наклонности. Как ты людей ведешь? Куда ты их ведешь? Тоже на нары. Сплошные изнасилования и убийства. Учитель йоги. Да. Хорошо. Пожалуйста, скажите нам что-нибудь про диссо. Может быть, диссо – это… Вот когда возникает спонтанное какое-то желание, мы возникаем перед ситуацией выбора и уже потом оцениваем, хочется это на самом деле, не хочется. Ну, когда хочется пойти по луже, я просто иду по луже. То есть, по луже? Да. А приходилось ли люди себя ломать, делать то, что ты не хочешь? Да. Приходилось. Ну, потому что какие-то материальные обусловленности есть. Потому что включается ум и начинаешь понимать, что за твоим выбором следуют последствия есть этого выбора. Да. Это правда. Спасибо. Спасибо. Вы очень так по делу, по-женски, ну, правильно. Да. Вот именно так все и происходит. Есть ответственность, есть необходимость зарабатывать деньги. Нужно воспитывать детей, которых мы иногда бездумно нарожали. Нужно их воспитывать. А что с ними делать? И нужно выполнять свои долги, иначе они вернутся. Если человек говорит, что вот у меня престарелые родители или дети, или там какие-то друзья, которым я помогаю, больные. Ну, к примеру, да. Что-то такое. Да или собака просто, которую гулять надо и кормить. Надо это сделать. Нужно выплатить по счетам. И нужно понимать, что я хочу выплатить по счетам. Ведь ДИСа такая штука, которая... Это же не то, что только пиво или только женщины. Или там мужчины. Да? Или женщины. Это хотеть, например, избавиться от долгов. У нас у всех куча долгов. По судьбе просто. Перед людьми. Перед детьми, перед своим, которых мы родили, кстати. На секундочку. Какие-то долги. Как мы их чувствуем? Мы чувствуем, что вот человеку я должен. Должен просто. Я должен ему помогать. Я должен вырастить этого ребенка и так далее. Долг. Обязанность. Не обманешь себя. Если должен, значит должен. Значит, надо сделать. Значит, этот долг ты набрал. Где ты его? В прошлой жизни набрал. В позапрошлой или в этой. Ты можешь вспомнить. Но неважно, долг-то висит. Но когда мы выплатим долги, а это можно сделать. У всех разная карма. У кого-то много долгов, у кого-то мало. Мы что? Мы освободимся. От чего освободимся? От долгов. Если ребенок вырос, мы свободны. Дочку выдал замуж, свободен. В Индии так считают. Судьба дочери связывает тебя до тех пор, пока ты не выдал ее замуж. Потом это уже ответственность мужа. Ну и так далее. Долги можно разгрести. И можно сделать это по диссе. Потому что я хочу. Я хочу вырастить своего ребенка. Дать ему образование и просветление. Которого у меня нет, но у ребенка будет. Понимаете? Я это хочу. Это желание. Это диссо. А диссо это святое дело. Потому что нам желать никто не может запретить. Мы абсолютно свободны делать каждую секунду своей жизни то, что мы хотим. Вы только вдумайтесь в это. До меня это дошло через много лет после того, как Тоша дал диссу, и я ее уже практиковал. И добился каких-то результатов. Вдумайтесь в это. В то, что мы свободны делать каждую секунду нашей жизни то, что мы хотим. Это ни до кого не доходит на самом деле. Нас никто не связывал никогда. Нас никто никогда не порабощал. Никто. Вся наша несвобода, она наша собственная. Она наши собственные путы. Мы сами себя опутали. У нас связаны и руки, и ноги. И заткнутые уши, и глаза залепленные. И рот еще кляп во рту. Вот как мы живем. Кто это сделал? Мы сами? Кто может это все распутать? Мы сами. Никто. Никакой гуру. Никто. Чтобы это сделать, нужно это увидеть. Я возвращаюсь к ключевому слову. Видение. Увидеть. Увидеть, что связаны у руки. Увидеть, где узел. Тогда ты его растянешь. Если ты не видишь, где узел, как ты развяжешь веревку? Никак. Нужно увидеть, где нож, чтобы, или топор, чтобы рубануть по этому узлу. Нужно увидеть, ребята. Диса, практика Дисы дает возможность быстро увидеть. Я понимаю, что это стремная практика. Но все быстрые пути стремные. Опять же, не хотите, не делайте. Диса святое дело. Не хочешь, не жени по Дисе. Но ты от Дисы не уйдешь по любому. Я вам все рассказал про Дису. Это тоже домашнее задание. Это тоже психотехника. Еще последнее, что могу только добавить, что она не является не двойственной. Она двойственная. Потому что весь мир для тебя разделяется на две части, когда ты ее делаешь. То, что я хочу, и то, что я не хочу. Ты как бы такую черту проводишь, линию. То есть мир двойной, дуальный, двойственный. И если ты делаешь эту практику, ты становишься мастером желаемого. Ты научаешься делать то, что ты хочешь всегда. Ты становишься свободным в этом. Но ведь остается еще то, что чего-то научился избегать. То, что тебе нежеланно, отвратительно и противно. Ты научился лавировать, как яхта, вот так менять галсы. Вот так вот ты идешь. Но это еще не все. Это просто одна из практик. Она мощная, она хорошая, она интересная, она опасная. Сразу говорю, что опасная. Но она подвигнет тебя дальше. Наступит момент такой жизни, когда Диса, она со временем впитывается в кровь. То есть она становится как твое дыхание. Ты не можешь уже делать, чего ты не хочешь. Ты переродился. Ты стал урод. Но для людей урод. Потому что люди привыкли быть в рабстве. Они настолько смирились с ситуацией рабства, что она для них стала нормальной. И вот в этот момент уже Диса тебе становится не нужна. Ты ее применяешь только в ситуации вилки. Ситуация вилки очень часто встречающаяся ситуация в жизни. Это ситуация выбора. Позвонить, не позвонить. Пойти, не пойти. Пиво, кофе. Да? Все время нужно выбирать. И вот если у тебя Диса отработана, то ты сразу делаешь то, что ты хочешь. Ты не задумываешься. Обычно человек начинает думать. Включается ум. И расходуется энергия импульса. Я уже об этом говорил. А тут ты сразу, как маленький ребенок, мишку. Вот, вот мишку. Давай. Вот он. Сливаешься с желанием. Поэтому ты делаешь то, что хочешь всегда. И все. А что не хочешь, не делаешь. Очень просто. Из ситуации вилки, если все-таки она приходит, ты идешь по импульсу всегда. И это всегда безошибочно. Потому что импульс – это интуиция. Голос желания – это интуитивная вещь. А мешает голова. Так вот, голова не включается. Она не успевает включиться. Ты сразу начинаешь делать, не успев подумать. Ты безумен. С обычной человеческой точки зрения это абсолютно безумен. Потому что ты всегда делаешь ту же секунду, что ты хочешь. Действие выливается сразу из тебя. Нет вот этого зазора. Подумал – сделал. Этого нет. Захотел – сделал. Сразу. Вот как это работает. Ну вот теперь вроде про Дису я вам все рассказал. Коротко, но, по-моему, картина ясна. Если остались какие-то непонятные вещи, прошу прояснить. Пожалуйста. Мне кажется, практика Дисы – это практика для избранных. И, на мой взгляд, мироздание может позволить практиковать ее только тому человеку, который достаточно очищен. ибо, если у человека его желание входит в противоречие с желанием общества или там с желанием другого человека, такому человеку мироздание не должно позволить практиковать Дису. Я согласен с первой частью, что для избранных. Не для избранных, просто для людей определенного действительно уровня сознания. Согласен. Если вы просто сейчас на улице поймаем кого-нибудь и скажем, делай что хочешь, он не поймет вообще, о чем вы говорите. То есть, нужен уровень развития сознания достаточно, чтобы просто понять вообще, что это практика. Но со второй половиной вашего высказывания я не согласен и свободен с ним не согласиться. Я не считаю, что мироздание нам вообще что-то запрещает. Вы сказали, не позволит. мы сами накладываем вот эти ярлыки позволить, не позволить, не позволить. Это наше человеческое. Мирозданию все равно. Дао безразлично к судьбам людей. Или нет, вернее небо. Это вот так у даосов сказано. Небо безразлично к судьбам людей. Фраза из даосского текста. Ну небо, мироздание, это то же самое. Так что ему до фонаря. Подиси-то, не подиси. Живой ты или мертвый. Она родит миллиард таких, как ты или еще даже лучше. Не задумываясь, не колеблась в ту же секунду. Чего ему твоя жизнь? Так что не надо на мироздание. Давайте с собой разберемся. Я считаю, что дису может делать каждый человек, который хочет ее делать. И уровень сознания здесь даже не причем. Хочешь делать эту практику, делай. Опять же дису. Я же говорю, что от нее не уйти. Вы говорите, для избранных. Да нет, не для избранных. Просто все люди пытаются жить по дисе. Пытаются, у них не получается. Каждый старается делать то, что он хочет в жизни. Так или нет? Но люди просто не умеют. Они не мастера этого. Пожалуйста. Я под впечатление в вашей книге Астрия Кунте начала практиковать дису и показала мужу буквально вот такой небольшой отрывок книги. Он сказал, о, это как раз для тебя, чтобы твои эгоистические манеры, желания чем-то оправдать. Но тем не менее, я все-таки делала это и столкнулась сначала с тем, что я везде ее применяла. На работе очень было весело. Да, занятно. Ну, сначала я работала менеджером тогда по дебюторской задолженности в большой компании. Вытряхивала долги из организации. И, ну, собственно, дело-то даже не в том, кем я работала. А дело в том, что мое общение, мое отношение к работе, оно изменилось. И это, конечно, приводило людей в такое, в какое-то в тупиковое состояние, но они при этом не противились этому. Они удивлялись, они впадали в ступор. Ну, собственно, на этом все у них и заканчивалось. И вас уводили? Нет. Нет. Вот. Но я хочу сказать, что почему-то со временем у меня эта практика переросла не в момент вот следования желания, а вот какое-то копание в себе. То есть сначала я просто хотела и делала, а потом мне показалось, что, ну, как-то это вот хорошо, конечно, хотите делать. Потом я начала понимать, что под некоторыми своими желаниями я прячу просто страхи там или наоборот под страхами прячу желания. Я докопалась до страхов, до еще каких-то штук и поняла, что диска, конечно, хорошая штука, но одно без другого, наверное, не работает в полной мере. А другое? Ну, это вот такое вот самопознание, именно вот понимание причины своего желания или нежелания. Вот. Особенно это так явственно. Да, я ее включаю. Особенно, если это касается моего ребенка и если я хочу показать ему, как вот я вижу правильное существование. А как у вас наоборот есть на страхах в партии как у вас это есть на страхах? Ну, когда, к примеру, вот этот импульс, когда что-то хочется сделать, ты останавливаешь и начинаешь думать о том, почему ты не будешь, это делать? И уже становится видно, откуда, собственно, растут ноги вот этого нежелания. И понимаешь, что, да, что, допустим, моя нелюбовь к работе, она была связана именно с тем, что я боялась получить определенные ответы или я боялась там неуспеха в каких-то своих делах. Вот, собственно, и все. И когда я поняла это, я стала с большим удовольствием работать и работа оказалась чудесной такой игрой, довольно забавной, но я ее очень быстро оставила после этого, наигралась и оставила. А сейчас вы не работаете? Работаю, в другую игру играю. Спасибо. А со страхами удалось что-то сделать? Спасибо. Это следующий переход. То есть, Диса действительно открывает страх. Вот это правда. У нас они, вот в истории моей с Тошей, ну, кто считал стриокунты, это ужасную форму принимала демона, демонических атак. Ну, там некоторые эпизоды описаны, я не все там написал, что было, но это было вообще довольно так, серьезно, потому что, когда появляется что-то неведомое и начинает тебя убивать или сводить с ума, причем это происходит не с одним человеком, а с группой людей. То есть, можно подумать, что ты один свихнулся, но когда все свихнулись, как это? на одном и том же. Да, то есть, это какая-то объективная реальность, поскольку у нас подсознание было не очищено. Вы сказали, что Диса не для всех. Мы были обычные ребята, мне было 26 лет, и были мои сверстники, моложе были люди. Какие мы были там какие-то продвинутые? Да нет, простые люди. Так же боялись, хотели, любили девушек. Все обычно. И в нас, конечно, вот этот поток, эта энергия, ну, про поток завтра я буду, вам давать поток. Вот. Это все всколыхнуло, вот это болото, это подсознание. Подсознательно, это все поток и начало. Вот. И это приняло форму вот этих ужасных демонических существ, которые нас мочили. И то, что учил нас и защищаться, и сражаться, и, в общем, нам приходилось драться за собственный рассудок, просто, чтобы выжить, чтобы уцелеть в этой ситуации. Но я повторяю, что тоже путь был достаточно экстремальный. Я понимаю, что для этого нужна группа, нужен мастер, который держит эту группу. Нужно, в конце концов, жить вместе или держаться вместе. Это не ситуация тренингов, вот таких, когда человек приезжает и так далее. Это другая работа. Но, тем не менее, даже если вы в одиночку попробуете дису, она выведет вас на страх. Что делать с страхом, это другая тема, очень тоже важная. Но сейчас давайте закончим с дисой. Пожалуйста, есть по дисе какие-то мысли, вопросы? Прошу. Вот, знаете, наткнулась на опубликованное смс-сообщение с падающего французского самолета. Папа пишет. «Всегда делай то, что хочешь, люблю тебя твой папа». «Всегда делай то, что хочешь, люблю тебя твой папа». Да, это круто. Спасибо. Я, пожалуй, это знал. Где это есть? Как найти это в интернете? Да, я понял. Да, спасибо. Это удивительно. Спасибо. Пожалуйста, ребята, кто хочет по дисе еще? Сейчас, по очереди. Я немножко даже хочу поспорить. Вот вы говорите, что надо жить по своим желаниям. Но не вы говорите, а вот что практика такая. Идти на поводу своих желаний. Христианство говорит, что, наоборот, человек счастливый тогда, когда он живет для других, любит окружающих. То есть как вот это соотносится? Мы же, получается, когда делаем свои желания, исполняем, мы, может быть, это делаем во вред кому-то окружающим. А вы христиан, которого становитесь? Да. Да. Вы всегда делаете то, что вы хотите или восстановите? Ну, я, конечно, любили делать то, что я хочу. Да. Но если... А вы хотите вот вред людям приносить? Да. Вредить им? Не хотите? Вы тогда не делаете? В чем здесь нарушение ваших заповедей и законов? А сердце же не идет у вас желание зла? Не идет. Ну, так в чем здесь противоположение? Это не идет. Ну, а если нет спорта? Ну, подождите, давайте с вами разговариваем. Давайте пока других не будем трогать. У вас иногда бывает в сердце зло, прям хочу его задушить, не знаю, проклят. Бывает такое или нет? Не задушить, нет, а вообще-то... А вообще-то не задушить, а что? Вот как вы с ним хотите? Ухо откусить. Вот вы выделитесь, исповедуйтесь. Ну, конечно. Бывает, да? Бывает, да. Спасибо. Вы высказываете христианскую, православную точку зрения. Сейчас, да, я всем дам, ребят, сейчас, секундочку. О том, чтобы не творить зло, да? Да, заповедь есть такая. Вторая заповедь, да? Возлюби ближнего своего и поступай с ним так, как ты поступил бы самим собой. Правильно я говорю? Это вторая заповедь Иисуса. Если вы православный христианин и следуете строго заповедям, но это не только христианская ведь заповедь, в индуизме есть Ахимса, то же самое, да? Не сотвори зло. Это есть везде, во всех учениях. Если вы человек, который идет строго по пути православного христианства, Диса для вас неприменима. Я совершенно с вами согласен. Это другой путь. Но вас же что-то привело сюда, а не в церковь сегодня пошли, да? Ну, я так говорю. Вы ищите. Значит, вас в чем-то не удовлетворяет путь православного христианства и просто строгое исполнение заповедей. Так или нет? Наверное, не удовлетворяет. Ну, да. Но это просто не дало вам счастья. Если бы это дало вам счастье, вы бы ничего не искали уже. Наверное. Не наверное, а точно. Поэтому вы, это ваша свобода, это ваша Диса. Хотите, что хотите, то и выбираете. Вы же выбрали на какой-то период своей жизни христианство и все, что с этим все. Это вам дорого, близко. Вы любите, наверное, Иисуса, Деву Марию, ну и так далее, да? Это же ваш выбор. Ваше сердце хотело этого? Хотело. А сейчас ваше сердце хочет чего-то еще. Ну, Диса, это путь сердца или нет? Это путь сердца. Вы понимаете, о чем я говорю? А то, что вам кого-то душить хочется, я, извините, в это не верю. Кратковременно придушить, потом отпустить все равно. Все равно отпустить. Придушить не до конца. Да, сейчас по очереди. Да, пожалуйста. Почему я сказал, что Диса – практика для избранных? Я как раз имел в виду, что это практика для людей сознания не ниже определенного уровня. Если, скажем, говорить о градациях сознания, взять уровень 500 по шкале Хокинса, что означает любовь, что означает безусловная любовь, то человек, начиная от этого уровня сознания, он будет не в состоянии иметь те желания, которые будут противоречить в противоречии с обществом вступателя, в противоречии с каким-то другим человеком. Понимаете? И только человеку этого уровня сознания, мне кажется, позволено будет действительно практиковать эту практику, осуществлять эту практику. А человек более низкого уровня, что ли, сознания, он не придет к этому, он даже не придет к этому желанию, у него не возникнет этого желания, потому что это желание, притворение этого желания в жизнь всегда будет противоречить каким-то законам, нравственным законам, прежде всего. Понимаете? Я считаю, у вас достаточно высокий уровень сознания, чтобы их не нарушать. Беляеву можно. Да перестаньте. Это не так. Человек, который живет по 10-й, становится гармоничным, потому что он живет от сердца. Человек, который становится гармоничным, и живет от сердца, гармонизирует по 10-й, потому что он не так. Не так. Он начинает жить по 10-й, потому что он дисгармоничен, потому что ему плохо, потому что он ищет выход, ему нужна практика. Вот почему он начинает. Да, пожалуйста. Сейчас, Георгий, я там сам. Я много лет курила, и вот как Диса, допустим, в этом случае, я очень замечательно, очень осознанно бросила курить, так как к этому всему красиво пришла. Прошло несколько лет, и я почувствовала, я хочу курить. И это так не вязалось совершенно, там здоровый образ жизни, и все, но я этого хотела. И я это делала. И многие женщины, которые благодаря мне бросили курить, говорят, «Алла, ну как это? Ну, то есть ты же, ну вот так вот, мы же...» Да, а я при этом так гармонична, опять сигареты, опять говорю, не знаю, но вот мне хочется это делать, и я это делала. И вот, что я увидела? Я увидела, благодаря тому, что я имела смелость курить, когда мне хотелось, и не курить, когда мне не хотелось, что я увидела? Я увидела гордыню. Представляете, меня возвращали обратно, опять это делать, потому что как только я бросала курить, я начинала как бы гордиться, я не видела этого, но я с таким каким-то сожалением, с таким состраданием и жалостью смотрела, ну чуть-чуть свысока на людей, которые еще подвержены этой привычке. И я все время этого не видела, я не понимала, почему мне опять хочется курить. Я опять возвращалась, это и мне вот дважды пришлось туда-сюда для того, чтобы это увидеть. Да, да, чтобы увидеть. И получается, что я не очень красивые какие-то вещи, может быть, делала или, может быть, говорила, и когда-то мне хотелось раздражаться на кого-то там, и вот я очень, в принципе, спокойный, обычный человек, и все, и это мне, это могло кого-то удивить, но это очень много показывает, когда мы, когда позволяешь себе делать то, что хочешь. Видеть совершенно такие вещи, спрятанные в этом, невероятно. вот за этим какие-то такие моменты, допустим, я никогда не понимала людей, которые очень агрессивные. Я думала, вот они, у меня было детское восприятие, как будто бы, я как будто маленький ребенок, я смотрела, думаю, ну как такой нехороший человек, такой злой, почему он такой, я не понимала, почему он такой. И мне пришлось самой вот однажды прожить вот это состояние злости, вот этой ярости, вот этой агрессии, ненависти, ну войти в него и прожить его тотально. И оно мне показало, что это такое, это такое чувство отчаяния, это как зверь в клетке, это вот чувство тупика просто. И я теперь, когда вижу очень таких людей, мне безумно их жаль, у меня кроме сострадания ничего нет к ним, им плохо очень к этим людям. Вот что это дает. Большое спасибо, очень хорошо, спасибо. Кто-то просил здесь, я забыла, что хотела сказать, видимо, было неважно. Вот относительно того, что говорили сейчас, я не помню, в какой книжке я прочитала, такую очень маленькую и удобную фразу, которую я со временем понимала по-разному. Она звучит как «Люби, делай, что хочешь». Сначала она у меня вызвала такое активное… Да, фраза была «Люби, делай, что хочешь». Сначала она у меня вызвала такое активное неприятие в плане того, что каждый человек понимает под любовью что-то свое. и если за любовь принимать то, что люди обычно считают любовью, то можно сделать во вред другим людям очень-очень много. Но как-то со временем оно изменилось, мое представление о том, что значит «Люби и делай, что хочешь». мне кажется, что оно вот очень созвучно как раз с ДИСой дает вот это понимание, что делая какой-то поступок, который ты желаешь сделать, ты видишь потом последствия своего поступка. И их так много, и они всегда как-то вот ниточками связаны, и уже в следующий раз ты просто… Если для тебя действительно важно не причинять боль, а любовь дать этому человеку, ты не захочешь сделать что-то плохое, что-то не так. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, кто хочет еще поделиться по ДИСе, по Тиме? У меня вот просто такое наблюдение было, буквально две недели, ну у меня дочку забираю я вот к себе, вот, и мы с ней дня два, ну максимум три проводим, потом я обратно к маме увожу, и у мамы, она в православии сейчас радикально ушла, вот, работает в суде, не любит эту работу, ну и в общем дочь там, ну как бы вот как правильно есть у нее, то есть прям там, то есть она иногда приезжала и как бы так вела себя, ну капризничала еще что-то, а тут у меня появилось желание вообще полностью исполнять все ее желания, ну даже какие-то такие, которые мне сложно, там например крутить ее на вытянутых руках вообще столько, сколько ей влезет, пока у меня руки не отпадут, вот, но мне просто хотелось, вот, и как-то, во-первых, у меня здоровье, ну то есть физически просто тоже, начинаешь чувствовать себя лучше, и она вообще перестала капризничать, она начала как-то вот, ну вот именно какие-то вещи, которые связаны с тем, что делать желания, какие-то, которые разрушают вокруг, ну гармонию, скажем так, да там, ну просто капризничать, проще говорить, она начала делать какие-то вещи, слышать других, ну то есть перестала вот это именно показная свобода, которая как бы человек, он показывает, что я вот что хочу, то и ворочу, чтобы доказать, Это как раз-таки, когда человек не свободен, он делает какие-то вещи из страха, потому что он никогда себе не позволял. И вот ребенок, он очень в этом смысле учитель такой классный. Да, вы знаете, дети до определенного возраста, естественно, живут по 10. И мы такими же были. Они не могут по-другому. Они делают то, что им хочется, если взрослый родитель, или не обязательно даже родитель, начинает себя вести так же с ребенком. Ребенок сразу открывается, он отзывается на это. Он видит, что ты такой же прикольный, как он. Ты просто делаешь то, что хочешь с ребенком. Это лучшее воспитание, которое только может быть вообще. Делать с ребенком жить по дисе. Играть с ним, возиться, лупить его, щипать, как будто ты такой же, как он. Вот тогда не нужно насилия, не нужно никакого воспитания. Тогда он растет, как цветок вместе с тобой. Я жил с детьми, я знаю, что такое жить с ребенком. Я всегда себя так вел. Например, если дочка, ну это была приемная дочь, неважно, что-то делала, что мне не нравилось. Знаете, что я делал? Я подходил к ней сзади, вот так, на цыпочках. И очень сильно и больно щитпал ее за попу со всей силы. Она визжала невероятно. Потом она ржала. И она никогда так больше не делала. Потому что она понимала, что это игра, что это прикольно. Пожалуйста, кто-то хочет еще по Дисе высказаться? Да, прошу. Я сейчас подумала вот о чем. Может быть, надо как-то предварительно фильтровать желание. И для себя определять, откуда это желание идет. Из сердца или из ума. То, что идет от ума, наверное, ну не всегда стоит осуществлять. А то, что от сердца, то, наверное, вот как-то в этом направлении двигаться. Я буду прислушиваться к себе. Что говорит сердце? Вам хочется прислушиваться? Хочется, хочется. Нет, мне хочется. Мне хочется прислушиваться к себе. И понять себя, да. Откуда это идет? Нет, вот таким путем все-таки стоит идти. Или просто не задумываясь, а вот то, что вот пришло, вот хочу сейчас вот это. И не задумываясь это делать. Или все-таки сначала... Подумать? Да, да, да. Маленько подумать и поанализировать. Это первый вариант. Нет, Дис, это первый вариант. Делать не думая. Я хочу завтра, наверное, развить эту тему. О том, как жить не думая. Я это очень люблю. Я люблю жить не думая. Я живу, кстати, не думая. Диса к этому ведет, потому что она разрушает ваш ум. Ну, я имею в виду тот ум, который закабаляет, который как петля. Да, пожалуйста. А вот, например, если я, ну, как раз, ну, хотела, допустим, думаю, не хочу на работу, ну, не хочу много работать. И тут же получается, что мне звонят, я начинаю записывать, я понимаю, что это дело на автомате. И это от меня вообще не зависит. И как, ну, как будто я вот как бы отдельно, ну, туловище, которое ходит, делает, то есть это, видимо, или карма, или, не знаю, жизнь, которая управляет что-то свыше. Это не карма, это туловище. Ну, вот туловище, а не зависит от моих желаний. То есть я хочу, а я не могу ничего сделать с тем, что происходит. Оно происходит само по себе. Но у вас ситуация выбора в жизни всегда же есть, это вилка. Мне кажется, нет выбора получается. Потому что если я хочу не работать, но я встаю и иду работать. Причем я в этот момент не то чтобы не хочу, я до этого думала, что я не хочу работать. А утром встала, пошла и делаю. И я понимаю, что это вообще как бы не зависит от моих желаний, что ли. Просто оно делается, потому что вот, ну как. Спасибо. Я так понимаю, что то, что вы сказали, вы ощущаете во всем высшую волю. Что все происходит как бы само по себе. Так? Но это здорово. То, что вы сказали, очень здорово. Я очень от сердца рад это слышать просто. Потому что мало кто из людей на самом деле ощущает высшую волю. Это не красные слова, высшая воля. А когда вот это чувство, что все управляется одной единой силой. Все, 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 все вообще. Ну почему? То, что вот эта сила, которая, она же и желание в ваше сердце тоже вкладывает. Да? И ваше действие из нее исходит. Всем управляет одно. Так? Вы запутались, а меня запутали. Вы чего хотите? Нет, ну в плане того, что вот, допустим, идти на поводу желания. То есть у меня желание, например, да. А потом... Подождите, подождите. Дайте я вас перепутать. Вы говорите, вы сказали идти на поводу желания. Я этого никогда не говорил. Почему вы передергиваете? Почему искажение традиции происходит в первом поколении? Почему? Да. Я сказал, делайте то, что хотите, а не идите на поводу. Это совершенно разные вещи. Ну и получается, то есть вот я как бы, видимо, мозгами подумала, что я не хочу. Но в то же время я иду, записываю, делаю. В этот же момент. Ну то есть получается, это все равно не то, что я думала, что я хочу. Вы не разобрались с умом, отсюда эта путаница. Еще раз. Диса, делать каждую секунду то, что хочешь. Не знаю, как проще сказать. Просто все время делать то, что хочешь, каждую секунду. Как только включился ум, включился секундомер. Пошло время. Вы начали думать, начали сомневаться. Сделать, не сделать. Пойти, не пойти. Работать, не работать. Вы понимаете? Ребята, давайте мы диалоги оставим на перерывы. И есть возможность общаться после тренинга, сколько угодно. Можно дружить, собираться. Давайте мы все-таки регламент будем соблюдать. Не говорить хором. Спасибо. Совершенно правильно Юрий нам говорит. У нас есть свобода не делать то, что я не хочу. Это тоже Диса. Не хочу, не делаю. Это же то же самое. Так или нет? От Диса не уйти. Потому что желание всегда бьется в нашем сердце. Пока мы живы. Когда мы умрем, и будет лежать холодный труп, что хочет труп? Да ничего. Он даже лежать не хочет. Он труп. У трупа есть желание? Нет. Человек жил и умер. Это нас ждет, господа. Но пока мы живы, с каждым биением нашего сердца живы желания в нашем сердце. Вот в чем смысл всей этой махалионы. И сжить эти желания, освободиться от них. Диса способ быстрейшим образом освободиться от желаний. О чем говорил Господь Будда? Ведь в чем смысл учения буддизма? Он говорил, что человека связывают его желания. Вот номер один. Истина и практика Будды. Освободитесь от желаний. А как освободиться? Запрещать себя бесполезно. Ты можешь задавить, загнать эти желания. Можешь уйти в монастырь, биться там лбом всю жизнь. А потом родиться бараном. Вот и все. Желание нужно изжить. Очиститься от них. И стать свободным от желаний. И вот тогда ты станешь Буддой. Потому что желания не дают тебе свободы. Желания заставляют тебя работать, рожать детей, влюбляться, отдаваться мужчинам, спать с женщинами, пить пиво в вашем случае, принимать наркотики в чем случае. Ну и так далее. Вот они желания. А когда они отпали, когда они изжиты, их нет? Ты свободен? Вот как это работает. Как изжить желание? Изжить значит изжить. Если ты хочешь машину какую-то или квартиру, заработай денег или укради, или убей кого-то в конце концов. И поиме эту квартиру или эту машину. Вариантов много. А можно изжить внутри. Внутри изжить. Вот хотел что-то, и вот оно тебе жизнь приносит. А ты видишь, что тебе уже это не надо. Вот ты хотел, годы, может, хотел, чтобы эта женщина была с тобой. И вот она с тобой. А ты говоришь, дорогая, извини, но проехали. Проехали, да. Ну, неприятная ситуация, согласен. Ну, ведь так же бывает. Ну, перехотел человек, все. Перегорело. И вот так может внутри все перегореть, ребята. Проснетесь утром и понимаете, что, блин, ну ничего не хочу. Ну, вообще ничего. Да, пожалуйста. У меня было такое состояние. Оно длилось почти год. И оно очень спокойное, очень тихое, очень ровное. Но при этом оно никакое. А через год я чего-то начала задумываться, что мне в этом никак, мне чего-то захотелось. Это вообще желание не исчерпать. Да, и я стала ловить, потому что, когда очень тихо внутри, мельчайшие какие-то импульсы, на что ничего не хотелось. Ничего вообще. И, ну, кроме там, вот, там, покушать, там, спать, там, ну, таких уж явно. А может быть, что вы просто уже не устали? Да, так и было. Так и было. Так же я говорил о том, что уста, и во-вторых было отдохнуть. Потом пришли импульсы. Да, карма заработала, опять активировала. Все же просто. Спасибо. Пожалуйста, ребята, кто хочет еще? Спасибо. А если говорить о таком желании, как, допустим, нести добро, помогать людям, ты постоянно это делаешь, если живешь, да, получается, и исчерпаешь это желание? Или это исчерпать невозможно все-таки? Спасибо. Спасибо. Хороший очень вопрос, умный. Спасибо. Желание делать добро, помогать людям исчерпать невозможно. Есть так называемые, Шри Аурабинда называл их вечные эмоции. Они вечные. Это любовь, это помощь ближнему, как называют это христиане, любовь, то есть ближнему, или обет бодхисаттвы в буддизме. Вы знаете, что есть такое обет бодхисаттвы, не входить в нирвану, не уходить из этого мира, пока все живые существа не освободятся. То есть это как капитан, у капитана есть закон, в последнем сойти с тонущего корабля. Обет бодхисаттвы абсолютно то же самое. Если вы идете таким путем, значит это вот то добро, то любовь. Вы жертвуете даже своим просветлением, телом света, ну и там не знаю чем, ради страдания людей. Вы просто кладете себя на алтарь. Вы служите, работаете. Вот эти вещи не изживаются. Они остаются... Ну, под Масамхава, я приводил его слова, что мое сердце обливается кровью. Помните, я цитировал, когда я вижу страдания бесчисленных существ в бесчисленных мирах. Под Масамхава, который достиг великого перехода, его сердце обливалось кровью. Это не значит, что это надо изжить. Это то, что Иисус говорил, ешьте мою плоть и пейте мою кровь. То же самое. И в церкви ритуал, когда дают вино и хлеб на причащение. Это вот то. Он отдает себя, он жертвует собой. Это не надо изживать, это нельзя изживать. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть есть вещи, которые неуничтожимы. Мы же говорим о том, чтобы изжить мелкие, суетные желания, которые порабощают нас, которые делают нас рабами. Человек обычный раб своих желаний. Бодхисатва свободен. Вы понимаете разницу? Потому что у Бодхисатвы ничего для себя не осталось. Все прожито, все проработано. Но у него осталось желание передать свободу другим. Вот что его движет. У него один только остался стимул в жизни. Последний. У буддистов есть такое выражение. Мы будем служить и работать до тех пор, пока вся самсара не освободится и не станет пустой от мыслящих существ. Как-то так есть такая фраза. Пока не опустеет самсара. Вот так. Вот до тех пор они будут работать. И вы будете работать до тех пор. Когда вы станете свободными, вы тоже станете Бодхисатвами. А куда вам деваться? Мы все на этом пути. И вы будете служить другим. И уже служите. Но можете служить гораздо лучше. Гораздо больше помогать людям. И находить в этом свое счастье. Ведь счастье действительно, когда вы живете для других. Когда ты живешь для себя, никакого счастья быть не может. В эго, в удовлетворении эго и желании эго никакого счастья нет. И не может быть. Вот этот узел нужно распутать. Вот это нужно увидеть. И нужно начать вот так жить. То есть Диса правильно, это приводит вот к этому. А не к тому, что ты пиво дуешь с утра до вечера. Нужно не путать. Божий дар с Ивишницей. Диса не потакание желания. Диса это выход на сердечное желание Бога, которое вложено в тебя. Ты появился в этот мир, пришел по желанию Господа. И по желанию Господа все происходит в твоей жизни. Разве не так? Так же. Ты начинаешь это желание ощущать. И жить по нему. Вот что такое Диса. Настоящая, чистая. Хорошо. Если есть еще что-то, прошу. Если нет, мы будем уже закруглять. Мы до четырех. Да. Вот сейчас как раз так все в голове сложилось, леглось. Просто иногда действительно наступает такое состояние, что есть какое-то желание просто большое, материальное. И оно изживается на стадии осознавания этого желания. То есть ты понимаешь, что будет так, как ты хочешь. Или не будет так, как ты хочешь. Вот последствия этого, исполнится это желание или нет, они, в принципе, как-то одинаковые. И вот на этой стадии как-то все переключается на то, что начинаешь понимать, что на самом деле источник того, что называют счастьем, он как-то идет изнутри. И ты вот тут все как раз как-то соединяется вот именно со служением. То есть ты начинаешь испытывать счастье от того, что ты сам делаешь этот мир, как ты его с любовью устраиваешь и делаешь что-то хорошее для людей. И вот как-то это вот так вот получается. Не всегда, но часто бывает. Спасибо. Спасибо. Очень глубоко вы говорите. Меня прям за сердце трогают ваши слова. Большое спасибо, что вы поделились. Пожалуйста, ребята, кто-то хочет еще поделиться? Прошу. Тогда мы закрываем тему ДИСы. Эта тема остается для вас, к вашему размышлению, к вашей практике. Хотите, делайте, хотите, не делайте. Мы сейчас будем закрывать первый день нашего тренинга. Я хочу завершить его медитацией. Я хочу завершить по ДИСе, заметьте, хочу. Завершить медитации в круге. Я прошусь сделать большой круг в этом зале. Круг. Ребята, ровненько по кругу. Спасибо. 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 Бывает, нахлынет, не зная, что с этим делать. Ощущение какого-то недоброго присутствия иногда бывает в комнате в той же. По-разному. Это внутренний факт. Им это универсальная защита. Это очень сильная практика. Я вам приведу только один пример, который мне рассказали на тренингах. Он меня вставил, что называется. Вот, обратно такая. Один из моих студентов, тренингов, поехал в деревню. И на окраине деревни он там гулял один. Вдруг услышал собачий лайк. Причем это была стая собак. Не одна собака, а стая. И эта стая собак напала на мальчишку, деревенского мальчишка. Она его окружила и начала его уже как бы рвать. Он открывается, он стоит пока еще на ногах, кричит. Вокруг людей больше нет. Он увидел эту сцену. Этот парень подбежал к нему. Когда он бежал, он кричал к нему, как защитная мальчишка. И что вы такое? Когда он подбежал парня, я не собаке не кричал. Он на треку кричал. Парня была на ногах. Они не только поранили ему руки, но он нормально. Он только очень испугался, у него была новая кухня. Парня была на ногах. И он больше всего боялся, что, например, на ногах, по маленькому кухню. Подравился. Вот. Вот это реальный случай с моими зрениями. Вот как работают. Сильно работают. Значит, про символ я вам рассказал. Можно применять отдельный символ, отдельный манк. Самый сильный нам дает на другой месте. Ну, конечно, потренироваться нужно в какой-то ситуации. Не когда собаки там, а дома. Только мантра громко, как считается, на три. Ну, почти на три. Когда соседи другу не вызовут. Ну, то есть сразу. Значит, со знаком все понятно, визуализация. Да, еще можно ставить на другого человека. Но это нужно отработать сначала на себе. То есть, когда вот была ситуация, вам помогло. Другая, третья, вы чувствуете, что взяли практику. Тогда можно уже этот знак ставить на другого человека. Чувствуете, что, ну, кто-то находится в такой ситуации. Да? Может, что-то случится недобро. Поставим. Знак на другого. Почитали. Значит, работаем. Имейте в виду, что используется ваше имя. Защита города. Защитная мантра как изobra kijken. Тем не менее в жизни даёт когда ощущение команды мою. Иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии и 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 мантра добро пожаловать мантра помогает в чем мантра звук И идет вверх идет вверх И потом М здесь вторая половина и М вот здесь М вибрация должна быть по телу тело как-то загубило и визуализация поначалу поделаете по представлению этих знаков почитаете эту мангу потом совмещаете знак и мангу а потом практика же вот вся техника вопрос есть по этому вопросу начинается до макушки прямая и вторая горизонтальность и вот он поднесел и разноходи пожалуйста про себя про себя можно но штуку лучше работать про себя можно им просто влепил но попрактиковаться надо пожалуйста есть еще вопросы каждый день с утра до вечера все ладно да конечно не каждый день чтоб с ума сошли во что когда приезжала тогда сделаете пожалуйста есть еще все ехали да скоро нет воздушная тревога включают ну так воздушная тревога да хорошо давайте теперь попробуем прочесть мантру нашей мощной группы большую с у 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 поделать ниже в живот в живот прям расслабили расслабили тело пошла вибрация мантры вот эти вибрации отдали все тело очень хорошо теперь сохраняя вибрацию защитную мантру еще раз вдох расслабились вибрации теперь намасте это мы кланяемся друг другу вот так вот выражаем благодарность за правду спасибо вам хорошо вот это защитная мантра и знак с этим понятно все это слово применяйте применяйте очищайтесь дальше дальше хочу вам дать еще раз мантру у нас будет такой декрет но времени у нас мало потом потом дают достаточные принципы следующая мантра которую я хочу вам показать это мантра это пхат 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 это тибетская практика пхат 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 Значит, эта матра используется только для практики. Если первая история, то это только для практики. Когда вы чувствуете, что вам нужно остановить, вы видите, он вам мешает матра. Значит, сначала лучше послушаем видео, а потом сделаем все. Внимание. ХА! Теперь попробуем. Чтобы произнести мантру Пхата одновременно, внимание на мою руку. То есть постараемся прочесть, как только моя рука подойдет сразу. Итак, внимание. Вдох. ХА! Одновременно не получилось. Еще раз. Вдох. ХА! Сейчас было хорошо, чтобы закрепить третий, последний раз. Вдох. ХА! ХА! Намасте. Спасибо. Вы чувствуете, что эта практика работает совершенно по-другому? Да? Она действительно действует науку. Так и нет. Пожалуйста, есть какие-то вопросы, предложения по практике матра Пхата? Я могу сказать, что она не спонсирует. Как вы слышите, она не так не есть. Она чуть-чуть. Она есть, но поскольку она согласна, на фоне А она как бы... Да. Пожалуйста, есть что-то по этому? А она подчеркнула, где-то должно быть? Нет. Никаких чакр. Вы весь... Вся в этом крике. Пхат. Всеми своими клеточками. Это не работа по чакрам. Пожалуйста, есть что-то еще по этому? Если нет, тогда заключительную мантру, которую мы сегодня прочтем. Спокойную уже мантру. Ну, вы все ее знаете. Это мантра Аум. У нее есть сокращенная форма. Это форма Ом. И полная форма Аум. Аум, вы знаете, это звук, обозначающий Брахмана. Это звук космического творения. Из этого звука возникла вся Вселенная. Ну и так далее. Там много всего. Но это самая главная мантра. Самая основная биджа-мантра. Из которой возникли все другие звуки, мантры. И вообще весь мир из нее вышел. Это Бог. Ну, как Бог. Вот так. Поэтому к мантре, особенно к этой, ну вообще ко всем, нужно относиться с большим уважением, с почтением. Это священные вещи. И попусту как бы их не разбазаривать, не передавать без нужды. Ну и так дальше. Сами знаете. Значит, мантра Аум. Выдох делится на три равные части. А, У, М. Три звука. Кажда принимает три выдоха. Мантра Аум считается в разницу по-разному. Есть и прерывки, когда как кольцо кочется мантра. Сейчас мы этого делать пока не будем. Сейчас прочтем ее пять раз. Мантра считается один раз, три раза, пять раз. Всех нечетное количество, девять раз, нечетное количество, раз, считается мантра. Ну, полный, кругом, это восемь. Спередом, занимается. Итак, мантра Аум. Я хочу, чтобы мы использовали мудру для этого, чтобы усилить воздействие мантры, положение пальцев. Предлагаю следующую мудру. Средний палец и большой замыкаются. Не указательный, а средний. Вот так. Оперый. И теперь мы соединим пальчики с соседом. Вот эти колечко. Колечко продели. Вот так. Да. Продели колечко. Спасибо. Вот так. Спасибо. Ну, я читаю на мialczyнику, вы знаете, что там звучит. Да, пусть удары, funny hereof. ОООООООООООООООООООООПНОООООООООООООООООООООООООООООООоОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Аминь. 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 И последие. Аминь. но и теперь сделаем медленный вдох через нос до конца и на выдохе намасте поклон спасибо всем что вы пришли до завтра желаю всем счастья тренинг закончен первый день закончен спасибо 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 Продолжение следует...